Всем привет, друзья! У нас сегодня вторник, 14 мая. Сейчас уже начало шестого вечера. Сегодня была выходная, занималась всякими домашними делами. В 12, видите, приходил на обед, его покормила. В огороде немножко поковырялась, немножко постирала. Короче, такие обычные домашние дела. А вечером у меня курсы итальянского. Жду автобус, еду в город на занятия. С той стороны, похоже, надвигается дождь. Потому что вот здесь должна быть гора, ее не видно. И на завтра обещают прям какой-то там уровень высокей опасности из-за того, что сильные дожди будут. Вроде как опасность наводнения Бугана. Может сильно подняться уровень воды. Нам как раз завтра надо ехать в Италию. И не отменишь, потому что завтра должен мне врач снимать швы. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что все будет хорошо. В автобусе. Какого-то встретила на обратном пути. Иду я уже домой с курсов. Смеялись сегодня много. Обсуждали кухню. Как мы готовим, какие блюда мы ей объясняли. Она там удивлялась нашему борщу. И говорит, а какой-то есть еще кроме борща. А то все, говорит, всегда про борщ, говоря. Дождик начался обещанным. Впереди тоже уже все в тучах. Надеюсь, завтра не будет прям сильно. Хотя, в принципе, вот это вот предупреждение было не у нас. Вот здесь. Немножко туда дальше. В Луган, на озере Лугана. Иду домой. Покушаю. Будем отдыхать. Сегодня, по-моему, нам надо последняя... Последняя серия осталась этого сериала. Тела. Надо смотреть. Ужинать сегодня будет сама. Мы ее уже все покушали. Перед уходом попросила дочку гречку сварить. И порезала несколько свиных отбивных. Она уже дальше доготовила вот с таким соусом маки. Там была сухая такая приправа. Разбавляешь с водой. И получается вот такое... Типа бефстроганов. Редиску помыла. И Ксения испекла пампушки с чесноком. Вместо хлебушка будут. Всем, кто садится кушать, приятного аппетита. На улице страшный ливень. Я мокрая с ног до головы. Куртка мокрая. Но мимо магазина с рассадой не проехали. Правда, много не беру. Клубнику и огурчики взяла. Цены. Вот 2,90. Петрушка. 4,90. Баклажаны. 4,90. Помидорки. 2,30 салат. 3,50 травы. Короче, 2,50, по-моему, самое низкое ценное. Вот есть 2,30 салат. 2,30 тоже. Можно еще рукаву взять. Сейчас возьму еще рукаву. Ладно. Просто еще это надо все в машину подождем как-то сложить. Это не укроп, а фенхель, по-моему. Я не ошибаюсь. Да, феноккио. Уже было еще сельдерей, но в другой раз. Петрушка. У меня есть семян. Хорошо растет. Морковка даже есть и рассада, оказывается. Такая вот погода на улице. Дождь прям спутился. Мы сюда ехали, он тоже был, но не настолько сильный. Постоянный, но не настолько сильный. Сейчас прям льет как из ветра. Не переставая. Ну, в принципе, по прогнозу нам это и обещали. Хочется уже быстрее проехать в Фонте-Трезе, потому что там озеро. И была угроза как бы поднятие уровня воды. Нам сейчас надо спуститься и там, в принципе, недолго мимо проехать. Надо еще заехать и поехать. Ну, сегодня надо было поехать к доктору, потому что визит давным-давно был назначен. Нельзя было пропустить. Хотя и были мы сегодня совсем недолго у него. Снял он мне швы и сделал с него. Пока все. Вот это озеро. У которого есть опасность поднятия уровня воды. Но нам так трудно определить. Я не знаю, поднялся уровень воды или не поднялся. Слава богу, мы уже выехали. Вот это уже Швейцария. Проехали границу. Таможенник на минутку так нас приостановил. Спросил, везете мясо? Мы говорим, да, но меньше трех килограмм. Мы знаем, сколько можно. Не проверял. В этот раз поверил. Отпустил нас дальше. Едем через час. Нам уже надо будет в Белинсоне. Потому что у меня сегодня есть аппутаменты на посещение нашей ассоциации Белинсоне. Что мы купили в Беннете из продуктов? Гранолу. Здесь маслины. Булочки с оливками. Бутылку винаткого. Сладкого. Завтра гости к нам приезжают. Хлеб нарезанный. Две упаковки помидор. Одна больше, одна меньше. Может быть, за мариную. Пачку печенья. Яйца маленькую упаковку взяли. Потому что на завтра нет вообще яиц. Больше уже купим тут. Вот эти сладости. Каноли. Здесь нарезка мясная. Две пачки таралени. Упаковка муки. Мясо обязательно. Колбаски. Телятина кусочками. Ноги индюшины. И вот такую рыбку взяла. Типа тюльки наши соленые. Пассата томатная была по акции. Что-то там совсем недорого. Меньше евро, по-моему, было. Или евро с чем-то. Йогурты. Четыре штуки разных на завтрак. И пачку мороженое. Мороженого. Вот такую я люблю. Но совсем недорогое. Брали сумку в холодильник. Довезли. Сейчас уберем морозилку. Еще купили в Италии рассаду. Огурцы. Не знаю. Что-то по два. В каждом ящичке. Надо, наверное, их разделять, когда сажать буду. Рукола. Сажала семенами, но когда она там вырастет. Герань такую купила. Это уже для комнаты цветок, не для улицы. И кустик клубники. Некрупный такой, типа садовой земляники. Теперь покажу, что нам дали в нашей гуманитарной организации. Килограмм пасты, спиральки. Сколько здесь не вижу. Бутылка масла оливкового. Вот такие конфетки шоколадные. Пасхальные зайчики и яйца. Соусы какие-то итальянские. Две пачки чипс. Это детям будет. И упаковка клубники. И покажу, что еще взяла в гуманитарном центре уже несъедобного. Взяла футболок. Взяла четыре штучки. Думала, видите, но некоторые тут, может быть, и дети себе заберут. Им надо на работу каждый день. Если не по две, иногда бывает, меняет. Поэтому беру всяких разных футболок, чтобы у него было. Не знаю, будет на него, не будет. Померить, посмотрит. Такая обычная черная простая. И белая такая вот. Это, по-моему, женская. Может быть, себе или девочке кто-нибудь заберет. Подушка вот такая была. Понравилась мне. Балкон поставлю к мебели. Ну, сниму, постираю чехол сначала. Вот такая салфетка была. Я такие обожаю на стол. Тоже постираю сначала. Мне кажется, льняная. Может быть, не стопроцентная, но лен есть. И вышитые вот такие вот чайнички для чаепития. Вот такая салфетка на стол беленькая. Тоже постираю сначала. Потом будем пользоваться. Вот такая скатерть. Мне кажется, что это скатерть. Тоже какой-то хороший хлопок натуральный. Может быть, с добавлением, с каким-то очень приятная ткань. С бахромой. Такие розово-белые ананасы. И какая-то вот такая интересная как-то этикетка с оленем. Надписи нету никакой. Кто это, не знаю. Приятная. Можно, наверное, как какой-то плед использовать. Можно как скатерть. Так, футболки показала. Книжку себе взяла с рецептами. Кучино-Вилочи, быстрая кухня, простые и полезные блюда. Посмотрим, что они нам там предлагают. Тоже какие-то десерты. Рис, раклет, гаротин. Еще чего-то. Короче, посмотрим. Линейку себе взяла. Я себе рисую сама календарь на 30 сантиметров. У меня маленькая, неудобно это на 30. Будет мне удобно рисовать. Я на каждый месяц себе расписание получаю и рисую. Карандаши и раскраску взяла Наташа на внучке. Подарю, передам. Для маленьких деток такие вот раскраски и карандашики сразу взяла в наборе. Вот такой блокнот себе взяла с ручкой. Обычные белые листики, бамбуковая какая-то обложка. На пружинке блокнотик простой. Вот такую папку себе взяла обычная пластиковая на этих вот, как это называется, низкоросшивателя. На пружинке или как, не знаю. У меня все песни мои скоро будет удобно сюда складывать. Потому что у меня есть или очень толстая, или очень тонкая. Это вот такая как раз средняя. И пенал с карандашами взяла, отправлю племяннице домой в Украину. Карандаши, точилка, линейка. Это для ручки чернильной. Тут ручки нет чернильной. Можно вот купить, если пользоваться этими. Можно вот обычно пользоваться другой ручкой. Садимся ужин. У нас пюрешка, салат, помидоры, редиска. Мясо тушеное, оливки. И тюлька. У меня немножко шампанского. Витя пиво с орешками. Посмотрим Машу Себову. Европа за копейки. Это она в Швейцарию едет. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо.